Субтитры сделал DimaTorzok Но для меня это полезно, поверьте Это поможет стать мне активней и не лениться Придумать какие-то интересные дела, чтобы было интересно и вам И чтобы я не сидела весь день дома В общем, хорошая новость, хорошая погода Только что сходили с Юлочкой, сделали ей прививку Я сегодня встала в 10.30 Это здорово, потому что у меня есть шанс наладить режим И еще хотела сказать, что, скорее всего, влоги будут выходить не на следующий день А с некоторым запозданием Потому что сегодня понедельник Я начала снимать неделю влогов Но у меня еще два влога, которые не вышли Но в любом случае, это классная идея, мне кажется В общем, сейчас я буду делать омлет Короче, уже 13.36 Мы с Юлочкой, точнее она была записана на прививку В 12.30 И мы пришли вовремя в 12.30 Но так вышло, что перед нами зашли люди, у которых собачка Чихахуа Что-то с ней случилось Ну, в общем, заболела Не знаю, что у него болело И, получается, зашли не по записи И нас попросили подождать И я сначала такая, типа, да, конечно, нет проблем Типа, что, 15-20 минут Но в итоге Мы ждали почти час А точнее, где-то 48 минут Я, конечно, не стала возникать и так далее Ну, типа, я понимаю, что собачке плохо Но просто в какой-то момент я услышала, как они там смеются Типа, знаете Ага, да, она у нас иногда любит это сделать Ха-ха-ха И я такая думаю Блин, может быть, там не настолько всё серьёзно Я понимаю, что у нас ничего серьёзного Ничего срочного Да, нам просто делать прививку Но я такая думаю Блин, у меня в 2 часа маникюр Короче, мне не понравилось Что они там смеялись Конечно, мы подождали Нет проблем Просто я немножко расстроилась То, что я бежала Так, знаете Я прям реально бежала Чтобы не опоздать Чтобы успеть ко времени А в итоге Мы ещё 45 минут прождали А я это время могла потратить на что-то другое Ну, короче, вот Сделали прививки Причём самое интересное Помните, я вам как-то рассказывала Что я смотрю Молотову Девочка-блогера Она ходит по салонам красоты Ей там предоставляют услуги Ну, в основном там макияж Она снимает Там несколько раз брови делала И, короче говоря Она следит за тем Как всё делают Насколько аккуратно Чисто И насколько в салоне Соблюдаются все правила По документам Короче За то, что я так долго там была и ждала Я проверила все их сертификаты Проверила все их документы Которые там висели Посмотрела на книгу отзывов и предложений То, что я обычно никогда не делаю Но тут такое дело И знаете, что я обнаружила? Книга отзывов не прошита В странице вот это вот всё Не пронумерована И ни одного отзыва И это самое Я думаю, что-то странное Сделали прививку Поэтому будем смотреть За Вивениным настроением Причём ещё я проверила Чтобы той же самой фирмы Сделали уколы Которые мы до этого делали Потому что мне недавно Одна девочка написала Что у них с собачкой Что-то случилось После такой прививки Вот И я начала волноваться Я говорю врачу То, что вот Посмотрите Ну, я принесла Вивенин паспорт Понятное дело Со всеми прививками Я говорю, вот, посмотрите Мы делали вот такие Не могли бы вы мне показать Ну, я такая, знаете Как я, не знаю В каком-то влоге говорила Что буду очень такой Дотошливой мамашей Типа, дайте мне посмотреть это А давайте проверим вот это Вот Ну, я аккуратно Без всяких там Я просто показала Какими препаратами Вивени делали Вот эти все инъекции Уколы От бешенства Там ещё что-то Вот Показала, что у нас там В паспорте стоит Потому что всегда Виви одним и тем же Препаратиком делали Всё это И я спросила Есть ли у вас такое Вот Я говорю А то я просто переживаю Потому что мне там Знакомые рассказывают Ну, я уж не стала Говорить Потому что, знаете Я миллионник блогера У меня там подписчики пишут Я говорю Ну, я всегда так, знаете Вот, а то мне знакомые У меня у одной подруги И когда я так говорю Я имею в виду, например Кого-то из моих подписчиков Которые мне что-то рассказали Ну, короче Я говорю то Что вот У моих там знакомых Собачку привели Сделали там Ну, вот такой вот укол И что-то собачке было плохо Потом очень сильно Ну, короче Врач мне такая говорит Что на разные препараты Может быть Разная там реакция какая-то Аллергическая Ещё что-то Самочувствие может Меняться у собачки И я показала Те лекарства Которые мы делали Она сказала Что на этот в том числе Бывают аллергические Всякие реакции Я говорю Ну, у нас всё хорошо Всегда уже Вот сколько лет Делаем этим препаратом Да, Ив? Всё хорошо? Я говорю Таким делаем Всё в порядке Поэтому, ну, если у вас есть такой Давайте сделаем такой же Вот Она такая Да, хорошо Всё Поэтому, в принципе, я рада Так Вот у нас тут омлет Я недавно в Телеграме Делала подборку Своих любимых интервьюеров Интервьюеров И вот Лаура У меня прям Ну, чуть ли не на первом месте Реально Если не на первом Не знаю Мне нравится Хотя все вот эти вот Интервьюеры, да Они же, конечно, разные У них у всех разный стиль Это разные люди И это даже неплохо Потому что у каждого Есть своя какая-то задача У кого-то есть задача Там, не знаю Задать какой-то Провокационный вопрос У кого-то задача Наоборот Сделать так Чтобы гостю Было комфортно Чтобы говорили Только на приятные темы Ну и, короче У неё вышло интервью С астрологом Уже я не знаю Какое интервью Хотя нет Короче, вышло интервью С астрологом Я начала его смотреть Безумно интересно Как всегда Мне все вот эти темы Астрологические Очень интересные Просто шла тема За то, что вы заметили Как люди начали интересоваться Там, какими-то Эзотерическими темами Какими-то вот Чем-то таким Что есть люди Которые Не знаю Открыты для каких-то Может быть Вещей Которым не все готовы И вот я всегда К этому Ну, относилась Например К, не знаю От астрологии Там Дизайн Челомбека Нумерология Короче Вот к этому Всему Я всегда так и Относилась То, что Блин, ну почему Есть люди Которые Не открывают Для себя Эту информацию Почему Это же Просто такое Это типа Как узнавать Там свой тип Человека Там то, что Вот я генератор Я рассказывала Да, вот эти все темы И я не понимала Реально Почему люди Некоторые Настолько закрыты От этой темы Я им рассказывала Говорю, вы не понимаете Это просто Реально Расширяет Какие-то границы Вашего мозга Еще что-то А есть люди Которые Не-не-не Это все вообще фигня И я понимаю Что Мне не нужно Там пытаться Объяснить Что-то таким людям Которым эта информация Ну Не то, что Там может не нужна Или недоступна В плане Там где-то Есть какой-то Не знаю Запрет Типа эту информацию Не хочу вообще воспринимать Ну как бы Я к этому нормально отношусь Все люди разные Но просто Мне кажется Вот сейчас Можно даже Обратить внимание Что очень много Людей интересуется Подобными темами Короче Я сегодня Когда встала Во-первых Я очень тяжело Засыпала Не знаю Мне было очень тяжело Уснуть У меня были опять Какие-то дурные мысли Еще что-то Еще что-то В общем Долго не могла уснуть Это плесень Или что Я понимаю У меня с хлебом Очень сложное отношение Фу Блин Ну ладно Есть такие блюда Которые я не могу Есть без хлеба Или без какого-то Ингредиента Скажем так Как например Пельмени я не могу Есть без сметаны Точнее да Я их поем Но это будет вообще Не то Это будет просто Поесть для того Чтобы жить А не Поесть для того Чтобы насладиться Едой Ну для того Чтобы жить И вот омлет Я люблю С хлебом В итоге Каким-то образом Уснула Потом мне было Неудобно Это знаете Как будто бы Я отвыкла От кровати Своей Домашней Что я уже Не знаю Я то на одной Даче сплю Привыкаю Потом на другой Даче сплю Привыкаю Вот Но Вчера я поздно Легла И потому что Просто как-то Не хотелось спать Пока все дела Вот эти переделали После того Как приехали с дачи Там постирать Еще что-то Повесить Разложить Хотя не знаю Почему такая спешка Ну в общем да И Сейчас чихну Из-за этого Долго не могла уснуть Потом Уже мы все Выключили Телефон выключили Я из-за этого Долго не могла уснуть Из-за того Что я просто ворочалась Туда-сюда крутилась Я не знаю Во сколько я в итоге Уснула В реале Вот Потом я проснулась В 10 20 От звонка курьера Он сказал Что через час Где-то приедет Кстати Надо посмотреть Что он приверст Но я знаю Что он привез Это подарок От Маши Фиксен У нее очень Крутые Красивые пальто Пуховики И я уже не знаю Какую зиму Весну И осень Получается Хожу в пальто И пуховиках Именно ее бренда Фиксен Он очень классный Реально Я думаю Вы сами видели У меня там куртки Разные Всякие прикольные Куртка с принтом Типа мрамор Такой пуховик Это тоже ее бренд В общем Получаси Хотя бы дома Посижу И поеду на Маник За окном Чудная погода Ни одного снега Ни одного дождя Солнце светит Все сухо Красиво Прям Видите как сухо Прям гулять хочется Прям в парк пойти Еще в ветеринарной клинике Встретили собачку Йорика Очень милого Такого песика Он такой Знаете Что-то среднее Между мини И стандартом То есть он побольше Вивочки Но не стандартный То есть он такой Аккуратненький Хорошенький Ну небольшого размера Я не говорю Что собачки Большого размера Они там не хорошенькие Просто он такой Вот именно Ну складненький Такой маленький Ну типа как Вивочка Только побольше Вот И тоже вот девушка пришла И Это знаете Такие разговоры С собачником Я такая У вас мальчик Девочка Он говорит Да мальчик Она говорит А у вас наверное щеночек Совсем Да Я говорю Да нет У нас уже не щеночек Четыре там с половиной года Практически Вивочки Я говорю Девочка Ну и они Наши собачки Понюхались Мы дали друг другу Понюхать их Вот и девушка стояла Тоже Вивочкой Восхищалась Ой с Вивочкой Это просто Куда-то с ней пойти Это Ну это мило Это здорово Это приятно То что люди так Восхищаются Вивочкой Ну иногда Это прям такое Знаете Мы недавно были в магазине То ли магнит То ли пятерочка Что-то такое На дачу как раз Мы приехали И пошли в магазин Нам надо было там Сметану купить Еще что-то Ну короче Стоим на кассе Какая-то кассирша Видимо там Не знаю С другой какой-то кассы Которая там Может сменилась Я не знаю Да Просто вот она ходила Подходит такая К Вивочке И начинает ей там Типа Ой Муха И потом она мне такая Говорит Типа Можно на ручки взять С одной стороны Ничего такого Да Дать чужой женщине Подержать твою собачку Но мне что-то Это не понравилось И я Очень Мне кажется Тактично Аккуратно Ну как бы Отказала Я сказала то что Ну что Ой На ручки Не надо Она у нас Очень хрупкая Ну типа Выпрыгнуть может На самом деле Это не так Но некоторые Наши скажем так Гости Приходящие в наш дом Люди И раньше Особенно когда Вивочка была еще худее Они брали Вивочку А Вива действительно Достаточно хрупкая Ее нужно очень аккуратно И правильно держать Потому что Она Ну не знаю Может выпрыгнуть Даже не то что она там Какая-то бешеная Ей постоянно надо выпрыгнуть Но просто Ее надо правильно держать В руках И на руках И правильно ее потом Ставить обратно на пол Потому что некоторые Ну знаете так Типа легко могут Ее вот рукой Там как-то взять Типа одной Оп И типа Ну как бы так Не получится И я как бы Всегда за этим слежу И смотрю И вообще чужим людям Не хотелось бы давать Свою собаку Я просто знаете Такую параллель провела Вот если бы мы стояли В магазине И у меня на руках Был ребенок И кто-нибудь бы подошел Такой можно подержать На ручках Типа я же бы не дала Чужому человеку Подержать своего ребенка На ручках Ну типа Что за бред Тем более у нас тут Только недавно Ковид какой-то Прошел И то Я об этом не уверена Что он прям совсем прошел Да Просто об этом Ну как бы не говорят Ну короче Я не знаю Напишите в комментариях Как бы вы поступили Но я в общем Аккуратно Тактично отказала Она ее погладила Все И как бы ушла Потом Кстати уже частично Вот это интервью смотрю Только потому что Так ребят Я уже в машине Еду на маникюр Педикюр Кстати еще педикюр Будем делать Обожаю показывать Эти убогие Огрызки Вообще кошмар Реально Что я прям долго Не делала себе маникюр Да и как-то Я думаю А что его делать Кому его показывать Да Я все равно Лежу Нифига не делаю И играю В планет костер В общем не знаю Опять что делать с ногтями Мне как всегда хочется Длинные Но наверное я сделаю Мягкий квадрат Короткие Что-то так удобно Это стало Короткие Не знаю Помню время Когда я вообще Ну не знаю На протяжении полтора года Наверное Всегда делала только длинные И мне тоже было так удобно И хорошо с ними А потом что-то как-то Я не помню что Решили попробовать Короткие сделать С мастером И мне так понравилось Так удобно Печатать Все Особенно когда за компьютером Что-то там Вот сейчас у меня ногти отросли И мне так неудобно печатать Постоянно мимо куда-то Нажимаю Или случайно ногтем Задеваю какую-то Буковку Да На клавиатуре И вообще так неудобно Вот Так что Наверное сделаю короткие Единственное что Не знаю по поводу цвета У меня тоже такое Знаете Я прям такая Типа натуральная Нюд Постоянно какой-то хочется Не знаю Постоянно хочется Что-то нежное такое Как будто бы Маникюр без маникюра Не знаю Думаю может быть Вообще черный сделать Яркие не хочу Красный тоже не хочу Хочу либо Что-то очень нейтральное Может быть вообще Какой-нибудь такой Типа знаете Ну серый не хочу В общем не знаю Это всегда так сложно На самом деле Я всегда когда что-то задумываю Типа вот Хочу сделать такой-то цвет Например Хочу сделать белый О кстати Можно белый сделать Он обычно засирается Ну не знаю В общем Когда я задумываю Что-то типа Сделаю такой цвет В итоге я Когда я уже прихожу На маникюр Я выбираю вообще Что-то очень сильно другое Типа я хотела сделать Там не знаю Бежевое В итоге делаю Какой-нибудь Переливающийся С блестками Какой-нибудь зеленый В общем не знаю Как это работает И вот это вот Знаете Вот это вот Планировать Что-то загадывать Особенно вот В плане маникюра Постоянно так Как будто тупо У меня выходит Не знаю Мне кажется Что это нужно решать Уже Когда ты там То есть это знаете Я почему-то сейчас В голове такую параллель провела Как придумать имя Для ребенка Но мне кажется Что вот реально Можно Скажем так Не то что понять А типа Во Моего ребенка Там Надо назвать Вот так Например Там нашего ребенка Сына, дочь Надо назвать вот так И мне кажется Что в основном Это клево Когда ты уже его видишь Это знаешь Типа родил Тебе показывают малыша И ты только В этот момент Как будто бы такой Ну это точно Вот это Имя Вот это Это точно Вот это Имя Не знаю Может быть Так и нет Это как знаете Я Представляю Вот когда Например Я буду беременная И мы будем Даже знать Пол ребенка Буду ходить И думать Ой точно Наверное Вот так Вот назовем Точно вот так Назовем Все решили Вот так назовем А потом Мне кажется Когда ребенок родится Мы такие Типа блин Вообще не похож На это имя Вообще другое Типа мне кажется Это вообще Там или другая Не знаю Мне кажется Это не там Не знаю Не Даша А какая-нибудь Не знаю Евангелина Короче хз Я просто к тому Что сложно Потому что Это вот то же самое Мне кажется Я не знаю Почему я такую параллель Прила Кстати Я в одном своем влоге Буквально Предыдущем Сдаче Сказала Что мне приснилось Что я беременна Пищеход Я сказала Что мне приснилось Что я беременна И мне хотелось бы Подчеркнуть Я еще не знаю Там кто что подумал И так далее Какие комментарии напишут Но очень часто Люди подозревают Меня в беременности Вот Я просто хотела сказать Что Вы думаете Мне что Один раз Первый раз Такой сон сниться Нет Мне в моей жизни Дофига раз Снились такие сны Что я беременна И что я рожаю Что я держу ребенка На руках И так далее Вот Так что Если что Не думайте Там конечно В интернете Написано Что типа Такой может сниться Если вы уже В положении Но еще не догадываетесь Типа Тело вам Само подсказывает Короче не знаю Я к этому Так Типа Херня Чего приснилось То приснилось Просто Вот приснилось И все Блин погода Ну просто Нереальная Я даже машину Не грела Потому что Она еще на солнце Стояла И наоборот Тут даже жарко Было Когда я открыла дверь И мне вообще Жарко Наверное Надо пуховик Скоро будет снимать Но вот сейчас Пишет 12 градусов Но я не знаю Точно 12 Не 12 Но тепло Радует Хорошая погода Все Короче приехала Кстати Кто не в курсе Я к мастеру Своему хожу Уже очень много лет И хожу на дом Так Сейчас мы начнем Делать маникюр Мы сделали педикюр Вот так вот Сейчас все выглядит Некрасивенько Сняли Укрепление акрилом Которое у меня было Сейчас все новенькое Сделаем В общем я выбираю Между черным И белым цветом Так ребят Все Я закончила Делать маникюр Кстати Сейчас время 7 часов Я пришла в 3 Получается 4 часа Ноги и руки Маникюр Педикюр А Я сделала белый цвет Я провела опрос В телеграме Белый или черный Потому что я все таки Думала белый или черный Сделать Еще мастер Мой По маникюр Сказал То что у него Новые лаки Какие-то Ну не лаки А всякие вот эти вот Гели Биоскульптуры Не знаю Короче Новые какие-то марки Бренды Фирмы И говорит то что Очень хорошие И среди вот этих Новеньких оттеночков Всяких Были как раз Белые и черные Я думаю Ну все Ну значит Надо реально делать Так что вот Еду домой Довольная С новым Маникюрчиком Педикюрчиком Ноги я обычно делаю Всегда красным Алая роза Называется Но в этот раз Сделали Из новой палитры Таким бордовеньким Ну тоже типа красный Короче не знаю Я больше всего Люблю на ногах Красный Ну я не представляю Все другие оттенки Цвета мне максимально Не заходят Никакие яркие Другие цвета Вообще для меня Это просто Ну не то что фу Но я всегда думаю То что мне как будто бы Лет 10 Блин Знаете Синим накрасить Ногти на ногах Я думаю Это всегда Мне как будто бы Лет 10 Не буду такое делать Хотя я не имею Ничего против синего И конечно же Ассоциации там Ну не такие Да Это просто вот Мое такое Внутреннее чувство Что ногти должны быть Красные Или с красными Какими-то там Оттенками На ногах Хотя На свадьбу Когда я еще Не знала Там что как Я буду в туфлях Или не в туфлях И если вдруг Кто-то увидит Мой педикюр Я сделала Такой нежно-розовый Прям нежно-нежно Можно сказать Даже бежевый И хочу сказать Что Фу Просто Фу Не знаю Мне очень Не понравился цвет Причем Он мне как бы Понравился Сам по себе цвет Но именно на ногах Прям Ну и вот Да вообще в принципе Вроде как Вот на руках Я люблю что-то такое спокойное И так далее Вот сейчас белый сделала Давно кстати белый не делала Тут у меня одна штучка Но мы ее не стали убирать Потому что я люблю сама Поковырять такие штучки Еще написала Славе То что жутко голодная Хочу кушать И Попросила его поставить Воду на пельмешки Это просто Господи Я обожаю пельмени Просто реально сумасшедшая По пельменям Короче все Сейчас прибегу домой Покушаю пельмешки Может быть покажу вам пельмешки Они такие вкусные С ума сойти Можно просто С метанкой Блин Вот И что-то буду делать Домашнее Не знаю что Кто его знает Вообще я уже нормально Мне кажется сняла На сегодня Вон у меня даже камера садится Поэтому Может быть даже дома На этом с вами попрощаюсь Не знаю Может быть летсплей сниму Может Сделаю укладку И мы со Славой снимем реакцию В общем не знаю Домой приеду Подумаю Посмотрим По настроению Потому что еще не поздно Как бы 7 часов Как раз покушать Ну где-то через часик Можно будет уже И чем-то полезным Снова заняться Не знаю Досмотрю интервьюшку Покушаю И буду думать Так ребят Позвонила дедушке Болтаем с ним Да дедушка Скажи Расскажи Как в Грузии Что жарко В Грузии спокойно Ага Много 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 Людей приехало Да Это мы знаем Очень много Из России Белоруссии Угу На машинах тоже Да приехали Много Номеров Много Да Российских Ну Видела Работать Или чего-то Там Ну или просто Да Переждать Какое-то Времечко Ну сейчас Не сезон Такое время Что к народу Не приезжало Сезон У нас Сентябрь Середина июня Сентябрь Хороший месяц Сентябрь Называет Бархатым сезоном Сейчас У нас Только Можно приехать К нам Попасть Через Белоруссию Да Дедушка Так и летает Белоруссию Не закрыли Да Через Минск Закрыли Небо Да А что Ты кстати Ты в Батуми В Тбилиси Прилетаешь В Тбилиси Прилетаешь Не Почему Летом В Батуми Прилетает О Здорово Да То есть Понимаешь Как вот Сейчас Вот Дату ездил Сейчас Отсюда Когда поехал Вот он Опоздал На 4 часа Самолет Отсюда Поехал Полетел Ну Что Приехал Белоруссию Ага А другой Самолет Который В Москву Должен Полететь Самолет ждал Этого самолета Не улетел Я только Рассказал Я приехал Я регистрацию Сделал Ага И я сразу Пошел На это На посадку Которую Которую В Москву Ага И мы полетели Быстро Так Все Короче Ну Понятно Да Там Данные Кто Сколько Должен Сколько Полетел Короче Его ждали Одного Да Да Не Не одного Там Людей Он Не один А Ну Короче Самолет Задержался Да Да Самолет Держался Не знаю Какую погоду Сейчас Загибут Леси И Двериси Да И в Батуми Тоже есть Летом Батуми Круто Да Не знаю В этом году Армения Откроет Там тоже В Двериси Было А в прошлом Году По-моему Даже Было В Батуми Тоже А по-моему Ты в Батуми Прям приезжал Нет Мне казалось Нет Пора Вериман Садиться И Виход Да Да Удобно Сейчас Не знаю Как сделать Вот Не знаю Россия Откроет Или Не отходит Потому что Меж тоже Небо Не расти Да Не закрывали Да Да Я знаю Вот это Конечно Грустно Очень Хотелось бы Конечно Потому что Я уже Забыла Даже Те времена Когда Два Споловиной Часика И Тоже В Батуми Когда Сама Бута Летали Ты понимаешь Ты раз И в Батуми Да 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 Даже Быстрее Чем на дачу Иногда Можно Долететь До Грузии Ребят Я уже Дома Видите Я накрашенная Такая Причесанная Нарядная Хотя Прическа У меня Так Я вообще Думала Завиться Но В итоге Думаю Да Ладно Кому Это Глядя Надо В общем Мы сейчас Будем Снимать Реакцию Как Я Предполагала Накрасила Губы Очень Нравится Слушайте Блин Клево Ну Я В машине Предполагала Что Можно Будет Вечером Снять Реакцию И Ты Мне Дома Так Говоришь Давай Снимать Я Так Давай Короче Вчера С подписчицей Переписывалась По поводу Булхорна Она Что-то Спрашивала У меня По поводу Инъекции В губы И Каких-то А Инъекции В нос Она Спрашивала Вот И она Рассказала Свою историю Про губы Что Короче У нее Очень Активная Мышца Здесь Какая Ну Что-то Как-то Она Так Написала На верхние Губы И Булхорн Есть Такая Процедура Операция Под носом Делается Тонкий Разрез Даже Не под носом А короче Вот здесь Отрезают Кожу Не знаю Как показать Ее Натягивают Зашивают Типа Под носом Такой Маленький Типа Шрамик Остается Ну Я Почитала В интернете Мне стало Интересно Что там Как делают Вот И делают Еще по-моему И внутри Что вообще Шрама Не Оставалось Ну Короче Суть в том Что Вот У вас Типа Обычно Губы Их Делают Так Что Типа Верхняя Подтягивается Типа Становится Такой Ред Как Кукольный И Такое Поняли Ну Когда Так Показываешь Конечно Не клево Типа Вот Так Такие Губы Короче Вы Поняли В общем Мне на самом деле Нравится Как это Выглядит Потому Что В общем Суть в том Что Сокращается Расстояние От носа До губ До Увеличивается Верхняя Губа Ну Также Делают И Низ Можно Делать Но Это Уже Что То Сложное Вот Я знаю Только Про Такой Способ Вот И Это Отличная Скажем Так Замена Инъекциям В губы То То Меняется Немножко Форма Губ Если Вы Хотите Того Потому Что Могут Как Бо И тут Натянуть Больше Развернуть Прям Губу Да Ну Не Сильно Понятно Хотя Кто-то Может Сильно Захочет Но Суть В том Что У каждого Свои Вкусы Предпочтения Но Если Посмотреть В интернете То В принципе Есть Очень Прикольные Варианты До И после Вот Я просто К чему Прикольно И вот Я себе Так Губы Накрасила И Здесь Ну Подкрасила За контур Короче Вышла И выглядит Так Как будто У меня Был Хорн Поняли Но На самом деле У меня Яички В 5 часов Было Только Такое Свободное Время Местечко Не знаю Что-то Прическа Мне не нравится Ладно Пофиг Короче Маникюр Белые Ноготочки Проводила Опрос В Телеграме Все проголосовали Ну Не все Но В общем Больше Голосов Было За белый Поэтому Сделала Белый В следующий раз Чёрный Сделала Ну Я наверное Уже Вам Гурил В общем Я с вами На сегодня Прощаюсь Заканчиваю Потому Что мы идём Снимать Реакцию Покушала Вкусно Пельмешки Сейчас Может быть Выпью Бокальчик Вина Буду Кушать Сырочек В общем Всё то Что нужно На реакциях Вот Если вдруг Кому интересно Что за реакция Вообще О чём базар Ну Вдруг Кто не в курсе Но я думаю Что все знают К Славе На канал Мы снимаем Реакции На всякие Шоу Типа Ну Мы снимали Раньше На 4 свадьбы Много Но у нас Там непорядок Какой-то вышел Неполадочка Одна Реально? Да Короче Если вдруг Я на самом деле Всё это время Думала Что это 4 свадьбы Не хотят С нами дружить А оказалось Что телеканал Пятница Блокирует Мне сейчас Слава Сказала Что это они Кинули страйк Очень грустно Поэтому если вдруг Нас смотрит кто-то Кто может на это Повлиять Кто может Выстроить Какой-то Дружеский Контакт Может быть Кто-то С телеканала Пятница Даже смотрит Я не знаю Вдруг Вот Обязательно Напишите нам Мы будем Очень рады Если у нас Появится Возможность Снимать На ваше Шоу Реакции Это Взаимовыгодные Мне кажется Условия В любом случае Мы делаем вам Как бы Обзор Вашего шоу Смотрим его Потому что Многие люди Которые смотрят Наши реакции Ну это правда Я сама получала Даже такие письма Сообщения Да В директ Письма По почте Голуби принесли В общем Я сама получала Такие сообщения О том что Вот мне так понравилось Смотреть там Вашу реакцию На это шоу Что я сама Начала смотреть Это шоу Поэтому Мы все-таки Не можем снять Реакции Сразу на все Выпуски На все шоу И так далее А у вас Может быть Появятся новые Зрители Я не говорю Может быть Вы в этом Не нуждаетесь Но в любом случае Это же здорово Обмен Аудиторией Скажем так Это же круто Не знаю Что мне нравится В общем Если вдруг Что Напишите Реально И мы все простим Страйк простим Все простим Да ладно Мы уже простили Мы не злопамятные В общем Короче Мы пошли снимать реакцию Снимать будем Наверное На что будем зай Немножко разведены Моя любимая Жаришка Давно кстати У нас не было Беременна в 16 Но мне что-то так нравится Немножко разведены Там такой экшн Ребят В общем смотрите На канале у Славы Ссылку оставлю в описании Подписывайтесь На мой канал На канал Славы На наши телеграммы В общем Это реально Очень крутое Время Препровождение Поэтому всем советую Ну и смотрите Мои следующие влоги Надеюсь что вы рады Что у меня началась Неделя влогов Я в шоке С этого Но есть вероятность Что мне придется Выходные немножко пропустить Если что Я их перенесу На понедельник-вторник В общем не знаю Посмотрим как пойдет Потому что планируем Опять уехать на дачу И это неплохо Вот это хорошо Но вы наверное Этого даже не заметите Потому что я снимаю С некоторым опозданием Что я обычно не делаю Но я подумала Что лучше так Чем никак Согласны Так что всех люблю Целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok